Всем привет! Днепр на связи, 15 июля, 9.25. Ну что, друзья, хоть ночью прошла без сигнала воздушной тревоги, она была адской. Жара, света нет, ни вентилятор, ничего не включишь. Воду, которую охладил, она очень быстро пришла, скажем так, в негодность. Очень тяжело провести ночь. Сейчас, конечно, там напишут, почему не в окопе? Иди в окоп, там легче. Но дети в Африке их алвы не ели, а вы ели, так что, едьте в Африку, тоже не ешьте. Все познается в сравнении, все-таки хочется какого-то комфорта. Этого комфорта нема, страшно. В общем, что, друзья, недавно был сигнал воздушной тревоги. Во время него в Николаевской области был слышен взрыв. Комментарий к этому взрыву меня лично не то что уже удивляет, веселит. Чем дальше влез, тем более странно все. Вот послушайте этот комментарий. Во время тревоги было слышно взрыв в области. Работала вражеская С-400 с района Армянска. Ракета сбила сама себя без каких-либо разрушений или пострадавших. Представляете? Затем еще один комментарий. В области вследствие ракетной атаки возник пожар сухой травы. Службы на месте. Россияне, доколе вы будете сжечь траву и разрушать сараи? Это вам просто так с рук не сойдет. Что еще? Глава областной военной администрации Сергей Высак рассказал нам о том, что в течение ночи били вновь по Никопольскому району. Более чем 10 атак дронами Камикадзе и артиллерии. Попали по самому Никополю в Марганецкой громаде. Повреждено два частных дома, гараж и заправка. Задета линия электропередач. Люди не пострадали. Также, друзья, учтите, что сегодня и завтра у вас последний шанс выхватить ваш счастливый билет. Обновить данные в территориальном центре комплектования или социальной защиты. С помощью мобильного телефона или в ЦНАПе. Потому что иначе вас ожидают штрафы, штрафы и еще раз штрафы. Верховенство права и еще раз штрафы. Не забывайте о штрафах. Вот этот спикер полтавского ТЦК Истомин говорит, что если военно обязанный нарушил правила учета, не явился в течение 10 дней на требования ТЦК... Ой-ой-ой. ТЦК... ТЦК... ТЦККисты? Как правильно? ТЦКасты? ТЦКасты или ТЦККисты? Или ТЦКисты? Напишите в комментариях. В общем, они обратятся в суд для ограничения гражданина в управлении автомобилем. Ну и спасибо, не буду ездить. Это как? Управлять? А ездить можно будет, да? А то и в маршрутку не сядешь или что? Ну, в общем, то такое. Что еще? Вот показали сегодня с утра видео с Киева. Там мужчина жалуется. Говорит, 8 утра, я 52-й в очереди. Возле киевских снапов с утра огромные очереди на обновление данных. Люди некоторые даже ночуют в автомобилях, чтобы вовремя обновить данные. В чем проблема установить этот резерв плюс? Нажать две кнопки. При мне знакомый в субботу обновил данные примерно за 50 секунд. Написало, что он солдат военно обязанным и все. Ехать куда-то, стоять. Что это такое? Это картинка. Масфильм. Создать, показать, что ух, 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 мы всем оем. Кстати, этот же спикер Истомин раскрыл все карты. Сказал, что после 16-го числа военных патрулей на улице станет больше. К проверке документов военно обязанности должны быть всегда готовыми. Готов, всегда готов. За знамя вечности и славного труда готов, аж до ла-манш. Он также сказал, что, короче, всем труба. Так и сказал, представляете? Что еще? Ну, еще в Одессе вновь ночью подожгли автомобиль военный. Сутки не прошли с момента подпала и новые подпалы, представляете? А еще сегодня, друзья, хочу вас поздравить. Поздравить с Днем Государственности Украины. Новый для нас праздник, который был утвержден 25 августа 2021 года. Изначально отмечался 28-го числа, в День Крещения Киевской Руси. Ну, вот перенесли на 15-го. Посмотрел я видео поздравлений от нашего президента Владимира Зеленского, где он рассказал о том, что мы пример для всего мира. Весь мир там на нас смотрят и видят, как Украина борется за права, свободы человека. Ну, в общем-то, список добавьте, что хотите. А я это посмотрел, и мне вспоминаются только строки все равно Александра Положинского. Как уже наборидло, чути знову и знову. Порожні балочки, пафосні розмови, мова Калинова, пісня Соловьіна, еще трошки побалакаемо, зникне Украина. Забули культуру, згубили историю, почуваємося зайвими на своїй території, віримо чужим, своїм не довіряємо, розводимо руками. Маємо, что маємо, сьогодні вертаємось, чтобы завтра продать. Куми дана, кума, брат дана, брата, національна ідея як засіб спекуляції. Здобули державу, втратили націю. Там ще можна продовжати. Но не хочеться продовжати, потому що такі діла. Берегите себе, берегите своїх близких, не ведіть на провокации, обновляйте данные в ТЦК, предоставляйте ваші документи, коли вас просять. Тому що страшно жити. Страшно жити, страшно жити. Чем дальше влезть, тем страшніше. Вот 16 числа дуже багато мужчин, парні стануть укланистами. Офіціально такий статус буде вже у всіх, хто не обновив. І буде йти охота. Охота на волков. Ідет охота. Сьогодні смотреть в завтрашній день можуть не тільки лише всі. А всі не можуть смотреть в завтрашній день. Що його робити? Ось страшно на самом деле. Страшно ще, знаєте, отчого? От того, що бронь дали участникам 130 различних благотворительних фондів і гражданских організацій, які спонсуються, в частности, западними інвесторами, але при цьому обеспечити бронь для врачей, скорої допомоги, для МЧС, не, не получается. Чому? Та потому, що в МЧС не заплатят ці деньги, да. Тому що в цих гражданських організаціях все-таки оттуда денежка прийдет, капнят. Да, друзі, а ми на порогі большого шухера. Що його робити? Як ви думаєте? Куди деватися? Куди пійти? Кому віддатися? Щас би на пляж. Така жара. Просто невыносимо. Я щас на Солнце 45 градусов. Вот этот термометр показываю. А так, я думаю, ще й більше. Обіщаю, 50-60. Стоиш уже весь мокрый просто, ребят. Просто мокрый і не знаю, що робити. Кошмар, конечно, кошмар, друзі. Ладно, не будем разводити демагогію. Щас скоро свет, тем более, отключат. Всем спасибо за внимание. І до нового выхода на связі.